Быть честными и справедливыми, помогать словом и делом обещают курсанты военно-патриотической школы авиаторов «Высота». 7 ноября в гимназии номер 32 состоялась торжественная церемония принятия присяги. Ведь сегодня мы давались слова клятвы не только своим друзьям и своей школе. Вы клялись в верности Родине. Школа «Высота» ведь это не просто обучение, это стиль жизни. Высота достижений, высота мыслей, она делает вас патриотами, она делает вас настоящими людьми. Через много-много лет, когда ваши дороги разойдутся, вы поймете, что когда-то, давая присягу, вы избрали верный путь. На этот раз клятву любви и верности Родине и школе «Высота» дали 110 новичков. Перед присягой они уже успели пройти курс молодого бойца. Теперь же начнется интенсивное обучение, в ходе которого новичков подготовят к первому ответственному шагу к прыжку с парашютом. Отрадно, что за эти годы школа «Высота» вырастила 3200 своих воспитанников, которые стали достойными людьми своей Родины. Я желаю, чтобы и вы научились лучшим качествам, любви к своей большой и малой Родине, любви к отчизне прежде всего. Записаться в школу «Высота» могут все желающие, достигшие возраста 14 лет при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья. После трех лет обучения выдает свидетельство об окончании нашей школы и с этим свидетельством это будет огромный плюс при поступлении в военное училище. Ну, огромный опыт, там, если служба в армии, то есть уже будет, как будто они пришли, не знаю, как будто всю жизнь в армии служили уже. То есть такой опыт огромный прибыль тут. «Высоте» принимают как мальчиков, так и девочек, хотя, казалось бы, служба в армии – дело мужское. Конечно же, я выполняю присягу, стараюсь быть честным, дисциплинированным курсантом. Я думаю, у меня это получается. Школа «Высота» дает очень многое, как мечту в жизни, прыжок с парашюта в выполнении этой мечты и далее какое-то направление цели, то есть поступление в военный вуз. Я вот хочу стать бортпроводником. За свою полувековую историю школа выпустила немало достойных ребят, которые закончили военное училище, проходили службу в горячих точках и президентском полку. Любовь Почерникова, Антон Осипов, РТВ Иванова.